Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. У моей дочери 22 года после ковида нарушение сна. Почти не спала, появились психологические атаки. Панические, наверное, атаки, не психологические. Общаюсь с психологом, дошла до психиатра и диагноза биполярного расстройства, пока под вопросом, смотрю на свою дочь и не могу понять, что с ней происходит. Такое впечатление, что она себя саму подводит к этому диагнозу. Сейчас последний курс университета, напряжение накопилось в осталость. В октябре с мальчиком сняли квартиру, до этого встречались код. Панические атаки, думаю, связанные с новым преподавателем университета, может ущипнуть, дернув за волосы. Такое отношение ко всем девочкам, она с этим не связывает. Нужно им говорить, что у нее перепад настроения. Пытаюсь объяснить, что последний курс накопилась в осталость, переболела, достучаться не могу, доебаясь. Не знаю, как правильно говорить и что говорить. Ну, в общем и целом, на мой взгляд, то, что вы делаете, в общем и целом, не на пользу. Не вам, не вашей дочери, потому что, как я понял, обсуждаете вы с психологом и психиатром ее заочно. Вот. Заочно вообще этот диагноз никто не ставит. Это первое. Второй момент. Я не очень понимаю, при чем здесь ее личная жизнь, и почему вы вообще что-то своей дочери говорите. То есть, понимаете, помогать нужно тогда, когда пройду, просто, вау. Если она вас не хочет помочь, то и говорить, соответственно, ничего не нужно. Если помочь она вас просит, то в таком случае ей самой нужно обратиться к психологу, для того, чтобы поработать над своими проблемами, которые у нее есть. Вот, в принципе, и все. Вы же со своей стороны по факту демонстрируете гиперопеку и, в общем-то, слияние со своей дочерью, которая подкрепляется тревожностью. Ну, вашей тревожностью, которая есть у вас. Вот. За нее имеется в виду. За нее имеется в виду. Вот. Вот, в принципе, и все. То есть, как бы... Ну, вот такой момент здесь. Поэтому я вот, честно говоря, не очень понимаю ваш вопрос. Чего вы хотите от психологов. То есть, если вы, например, про то, чтобы мы помогли вам вот в этом вопросе... то было, например, что говорить, да? То вряд ли, очень вряд ли. Потому что нельзя нам, как бы... Ну, нам нельзя обсуждать, вот... Для психолога, в общем и целом, это запрещено. Это является нарушением профессиональной этики. Я думаю, что если вашей дочери нужна, допустим, ну, допустим, если ваша дочерина нужна поддержка, если ваша дочерина нужна, чтобы вы были, допустим, рядом с ней, к примеру, то вы просто можете быть рядом, просто... говорить о своих чувствах, о том, что вам хочется, ну, к примеру, для нее, допустим. Вот. И все. Это по большому счету все, что вы можете сделать в этой ситуации. В остальном... В остальном... Вы демонстрируете... Как я и сказал... Вы демонстрируете... Тревод, ну, вот... Вы демонстрируете гидропеку. Особенно при условии, что... Как бы... Лочь вообще не... Простит помощи. Вот. Ну, а ваше внимание к личной жизни мотивирует меня думать о том, что ее жизнью вы интересует больше, чем свои. Вот. Если это так, то... Тут вот налицо, как я уже говорил, слияние. Вот. То есть... Такая вот... Такая вот текстура. Я очень хочу о том, что вы вот сами решили, что наверняка знаете причину ее состояния. Вот. То есть... Вы связываете ее состояние с тем, значит, что у нее новый преподаватель. Вы связываете значит это. но... Поймите, пожалуйста, правильно. Поймите, правильно. Поймите, наверняка этого вы не знаете и знать не можете. это. А... в той очереди сейчас такое впечатление, что вы преподносите это как такую, знаете, персональную истину. Вот. На мой взгляд, это... ну... в этом может заключаться ваше, скажем так, как деструктивная составляющая поведения. То есть вы не замечаете того, как, например, сами тревожитесь, вы не замечаете того, например, как вы сами испытываете тревогу, возможно, чувство вины перед дочерью. дочерью. Вот. За... Ну, за что-то. Вот. И... это вас как раз... ну... откидывает. А... откидывает. А... Каждый раз каждый раз в этом откидывает вот немножко наоборот от наших концерт. Ну, значит, что важно? Важно он выстраивает отношения с ребенком важен наравнику и предлагается что она совершеннолетняя, предполагается, что сама она отвечает за свою жизнь и сама отвечает за это, что делает. Вот. У меня есть ощущение, что у вас есть такая позиция, что вы как бы, ну, лучше узнаете, что ей делать, и мне кажется, что у вас есть. такая позиция, что очень много работы, вот, как бы, с вашей стороны идет. Ну, вот, это очень легкий способ, в общем-то, ага, скажем так, отношения, ну, отношения и способ, очень легкий способ. от вас зависит, просто больше и больше, так говоря, панические атаки могут быть следствием как раз именно этого. Вот, панические атаки могут быть следствием внутреннего напряжения страха. Эм, ну, ваша дочь, она, может быть, под напряжением находится. на конкурсе не хочу сказать, что его он, вот, хочу сказать, что он, может быть, может быть, а, такой момент, такой момент, а, вот, может быть, и вам ваша задача, а, как мне кажется, в первую очередь не допустить того, чтобы вы, вот, как-то влияли на дочку негативную. Вот. А, на этом пожалуй все. Я надеюсь, что это было полезно вам, интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собор работу. Удачи вам, всего самого доброго.